любимые уродцы. Стоит отдать им должное, после их лицезрения у меня всегда возникает стойкое желание полистать парочку исторических томов с целью понять, как оно было на самом деле и как такое получилось. Сегодняшний гость как раз из такой категории Матильда. Начнем с центральной личности этого шедевра, а именно с Николашки Бесцветного. Пора нарисовать реальный образ царя-самодержца. Выбор немецкого актера на главную роль себя полностью оправдывает, ведь после брака Анны Петровны с герцогом Карлом Гольштейн-Готторпским в 1725 году род Романовых автоматически перешел в род Гольштейн-Готторпов, а в 1761 на российский престол взошел их сын Карл Петр Улерих, который впоследствии был наречен Петром Третьим Федоровичем. Из чего можно сделать вывод, что сухоручкой в вилле приходился Нике троюрным дядей. А что касается этой трехцветной тряпочки, она была результатом борьбы двух германских государств империй, в ходе которой Пруссия держала верх над Австрией, что впоследствии позволило ей объединить вокруг себя все германские земли. В результате этой возни получился этот флаг, а позднее он стал использоваться как гербовый цвет Российской империи. Думаю, вам не составит труда понять, почему. Разумеется, этот флажок не имеет никакого отношения к современному брожению умов под названием «Русская национальная идея», но я малость увлекся. Нике второй имел весьма располагающую внешность, чему крайне способствовали глаза загнанной газели, доставшиеся ему от матери. Более того, он был прекрасным наездником, что позволяло ему на парадах щеголять безупречной солдатской выправкой. Помимо этого, этот солдатик обладал мощным, хорошо поставленным командирским голосом, который был способен покрывать огромные пространства. На этом сильные чертыники заканчиваются, начинаются его слабости. Учиться этот субъект не любил. Когда великому цесаревичу стукнуло 22 года, его образование было окончено. Все, что он смог из него вынести, это хорошее знание языков, особенно английского. На этом его образованность резко заканчивалась. Впоследствии, при близком знакомстве, многих поражало, что российский император не умнее обычного городового. Как метко отметил один из его наставников, генерал Драгомиров, сидеть на престоле годен, но стоять во главе России не способен. Читательские интересы будущего императора были также скудны, как и его знания. В его узкой сфере интересов были лишь военные обозрения и юмористические журнальчики с картинками. Периодически все это заедало с произведениями Николая Васильевича Гоголя, но это так, чисто для повышения личной самооценки. Последним штрихом к личному портрету Ники можно отнести его низкий рост, что сильно его подавляло при общении с высокими людьми, с тем же Столыпиным. Как правитель не блистал, хоть и был прозван кровавым. За манеру рисовать медальки карательным отрядом, за подавлением многочисленных рабочих восстаний. Реакционеры хотели видеть в нем грозного правителя, а к ним выходил за ширмой какой-то веселый разбитной малец, в малиновой рубашечке и широких шароварок, подпоясанные шнурочком. Здесь не было азарта Петра Первого, веселости Елизаветы, кокетства Екатерины Второй, либеральных поток Александра Первого, жестокой прямолинейности Николая Первого и даже кулацких замашек его отца. Те, кто воспевал монархию и искали настоящего правителя, никак не могли его найти, ибо Николай Второй, подобно сливочному маслу на сильном солнцепёке, легко расплывался на фоне общих событий. Настолько бесцветным он был, а за свою любовь к спортивной ходьбе, колке дров и отстрелу ворот вместо выполнения прямых обязанностей императора получил от доброжелателей меткое погоняло Царско-сельский суслик. Последней деталью его блистательного императорского образа стал факт того, что все свои речи он читал по шпаргалке, которую предварительно прятали в его шляпе. Это пятно даже не смогло само произнести прощальную речь после смерти Сашки Третьего. Но что от него вообще можно было ожидать? Ведь изначально на престолонаследование готовили не его, а его младшего братика Жоржа. Что ж, получился довольно сочный образ. Так и хочется сорвать. Не читай этому киношному огрызку. Теперь немножко про коронацию, ходынку и саму худосочную интрижку. Будущий император, как кисельная барышня, не падал, роняя корону, видя якобы дохлую балерину с труднопроизносимой фамилией. У него были проблемы похуже. В начале коронации митрополит Паладий, будучи картавым, ляпнулся вона. Какая гадость осеняет нас в этот священный день. Бряктул и сам испугался, но на этом веселье не закончилось. При следовании к алтарю у Ники порвалась бриллиантовая цепь, державшая орден Андрея Первозванного. Даже людям, далеким от мистики, это бы показалось дурным предзнаменованием. А дальше было Хадынское поле. Место для гуляния черни изначально было выбрано неудачно. Мало того, что само поле граничило со врагом, оно было еще и перекопано. Следовательно, местность была полна ям и промоин. Дело еще осложнялось тем, что любители халявы стали собираться заранее. В итоге на поле набежало народа больше, чем оно могло вместить. Когда начала сама давка, тем, кто падал в ямы, везло больше всего. Люди прижимались так плотно друг к другу, что по их головам можно было ходить, как помощенный мостовой. Периодически над этим импровизированным поле брани раздавался хруст ломающихся костей и грудных клеток. Когда солдаты начали разгонять толпу, мертвые двинулись вместе с живыми. Воды для всех пострадавших не было, солдатам приходилось использовать пиво. По итогам этого маленького гуляния в страну вечной охоты отправилось больше тысячи человек, а сама Хадынка стала выглядеть как поле брани. Когда весть о случившемся достигло ушей царя-батюшки, он не обратил на это событие никакого внимания и продолжил дальше праздновать свою коронацию. Ведь ему так не хотелось расстраивать дядю Сережу, он же великий князь Сергей Александрович. Довольно известный питерский садомит того времени, но о нем чуть позже. В фильме данное событие упоминается, но толком не показывается. Бюджет-то не резиновый. Все, что было показано, это крестящиеся Ники, слезиво смотрящие на зрителя, что в реальности, разумеется, не было. Ведь реальный Ники фактически станцевал на костях своих подданных, вместо того, чтобы изображать на своем царском челе вселенскую скорбь. Впоследствии этого необдуманного действия императора начали сравнивать с Людовиком XVI, который начал свое правление примерно в таком же духе и который завершился для него на гильотине. Но Ники на чужих ошибках учиться не умел, впрочем, как и просто учиться. Тогда стала набирать известность одна случайно брошенная фраза, что началась ходынкой, то ходынка и закончится. Сама интрижка не была настолько пышной, эти голубки не бегали друг за другом, как полные идиоты. Ники Кшесинскую ко двору не приводил и жениться на ней не желал, а она, в свою очередь, с сиськами на сцене не сверкала. Даже Лола Монтес себе такого не позволяла. Для того времени это была обычная мимолетная интрижка. Тогда почти вся российская аристократия спала с балеринами, а кто с балерунами. Тоже мне событие. Сама же Малечка особой красотой не отличалась. В реальной жизни ее можно было описать примерно так. Крепко сбитая особа с короткими ножками, бугрящимися мышцами и осиной талией. Она больше походила на мальчишку, могла кутить всю ночь напролет, но когда дело доходило до балета, выжималась досуха, как вафельное полотенце. В целом, получается образ трудяги, лишенного таланта. В фильме этот нюанс показан лишь поверхностно. Все, что видит зритель, это некую избалованную девицу полусвета, меняющую аристократов как перчатки. Последней пикантной деталью станет факт того, что потомственный неудачник Никки и тот был вторым. Его опередил его братик Жорж. Потом, правда, цесаревич за этот фокус решил с ним поквитаться, но это была уже другая история. Теперь посмотрим на окружение царя, ведь короля делает его свита. Начну с самого пестрого, представителя этой маленькой компашки, а именно с дяди Николашки, он же великий князь Николай Николаевич. Командир Лейбгусар, почетный алкаш Российской империи, не менее почетный живодер. В конец, отстанев от жестокости, он разработал способ, как убивать щенков одним точным ударом сапога по затылку. Не всегда удается, жаловался он царю. Удачным я считаю такой удар, когда щенячьи глаза вылетают прочь из орбит и болтаются на тонких ниточках нервов, словно шарики. К этому получившемуся образу остается лишь добавить корыто полной водки и абсолютно голых гусар, воющих на Луну. Следующим на очереди будет дядя Алеша, он же великий князь Алексей Александрович, метко прозванного семью пудами августейшего мяса. Своими активными действиями на посту главного начальника флота и морского ведомства активно поспособствовал Цусиме. Любимыми занятиями на занимаемом посту был распил флотского бюджета и воровство заклепок. Доходило даже до того, что бронелисты крепили деревянными втулками. При нем снаряды не взрывались, а взрывались сами пушки. Печальным историческим фактом является то, что один из новейших миноносцев чуть не затонул между Кронштадтом и Петербургом, так как в дырки для заклепок какой-то хитрец воткнул сальные свечки. Замыкает это великое трио дядя Сережа, он же великий князь Сергей Александрович, известный на весь Петербург пидераст, любящий в свободное время посещать великосветские притоны. Тогда о его славных похождениях судачил весь город, пока великий князь не встретился с товарищем Каляевым. Тогда дядя Сережа раскинул своими мозгами в последний раз. Определенно, самые достойные представители рода Романовых. Вот с такими великими мужами рос будущий император. Ни одна из этих одиозных личностей в картине не была отображена. Подумаешь, какие-то бородатые старики. После женитьбы Ники к этому великолепному трио добавилась гессенская муха. Нет, не это, а крайне стервозная и плохо воспитанная особа из гессендармштадтского герцогства, которую после венчания с Ники нарекли Александрой Федоровной. Кухарка была целеустремленной психопаткой, которой везде мерещились предатели и убийцы. Эта сумасшедшая даже отдала приказ строителям сделать специальную нишу в фамильной церкви, куда она могла забиться и спокойно помолиться. Причиной этого безумия была ее собственная мать, которая пригрела на своей груди германского черносотенца Давида Штрауса, в котором она видела своего мессию. Та же одержимость досталась и Алекс. Это и позволило некому Гришке Конокраду приблизиться к царской семье, но это уже не важно. Довольно пестрая получилась картинка. Вы не находите? В этом окружении рос и правил Николай II. Это его ни в коей мере не оправдывает, но дает некое понимание сложившейся ситуации. Из этого можно заключить, что представленный в картине образ царя получился излишне плюшевым, как и его окружение. В заключении можно сказать лишь одно. Фильм успешно провалился по всем фронтам, но меня мучает лишь один вопрос. При чем здесь по...